Видео создано при поддержке группы «Токсидермия». Залетаю с мощнейшей порцией процессов, без лишних слов. Прежде чем работать с красками, подставка обильно грунтуется. Грунт специфический. Поэтому подтеков и фактуры от кисти не избежать, как ни крути. Но я это предусмотрел. И заранее понял, что без шкурки здесь никуда. Всю вот эту пыль убираем обезжиривателем и погнали раскрашивать. Главный цвет в этой работе вот такой. Светлая вишня. Им я заполню все углубления. Что-то мне подсказывает, что будет неплохо. А пока красочка подсыхает, займусь зубами. Посчитал, что прежде чем как что-то с ними делать, стоит их хорошенечко зашкурить. По-мокрым. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем грунтовочка легла понадежнее. Она как бы проникает в эти царапки и схватывается на кости на порядок серьезнее, нежели без них. Хотя, чтобы хоть как-то поцарапать зубы, это еще надо умудриться, скажу я вам. Задача не из легких. А вот и основное блюдо, прости господи. Деликатненько закатываем черепушку первым слоем. Особо не жистим. Это все-таки первый слой, его жирным делать не стоит. А то опять подтеки, вот вся эта вот херня, понимаете. Ждем пока подсохнет, минут 15, и повторяем процедуру. А по количеству слоев тут смотреть надо. Скажу одно, много не мало, но меру узнать надо. В общем, три слоя хватило. Местами, конечно, видно, что грунтовочка кое-где не проникла вот в всю эту пористую структуру. Но этого должно хватить. Я думаю, что краска спокойно залежит все эти неровности. Чувствуется, что фактура преобразилась, и он стал таким более гладеньким. В лунке под зубы я ничего не заливал, потому что там будет клея, и не видно нифига. Так что нафиг, нафиг. Плюс, если появится слой грунтовки, то зуб может банально не влезть. То, что меня настораживает. Зубы, да. Зубы я тоже загрунтовал. Ну, не знаю, грунтовка сейчас лежит хорошо, мне нравится. Я вот царапаю, ничего не сваливается. Ничего не отколупливается, значит, и краска, соответственно, ляжет хорошо. Вот. Корни, ну, я не грунтовал, такой смысл. Они будут внутри черепушки, поэтому... Главное, чтобы сам зуб был равномерно загрунтован. Ну и полетели раскрашивать. Красочка иридисцентная, и прикольно отблескивает, как хамелеон. Я взял довольно мелкую кисть, чтобы залезть во все трещины и отверстия, которых тут в избытке. Особенно в задней части. Воду для разбавления краски почти не использовал. Главное хорошенько растаскивать ее по всей площади, не пытаясь сразу же закрасить плотно. Тупо не получится. Плюс могут остаться бугры в местах, где краски особенно много. А это заруинит весь естественный рельеф кости. Лучше не торопиться и потратить побольше времени в пользу хорошего результата. Ну вот мы видим уже засохший вариант. Ясно, что оставлять его в таком виде нет никакого смысла. Надо мутить дальше. Да ты... Откинешься. Тебя же сразу, блядь, сука, устранят нахуй. Кто ж хочет умирать-то? Я думаю, никто. Конечно. Ну короче, это первый слой. Ну видно, что не прокрасы есть. Ну они как бы... Смысл первого слоя в том, чтобы положить следующий уже более плотно на тот же самый материал. Он возьмется намного лучше, нежели на грунтовку. Да? Абсолютно. Взгляни. Уже в принципе неплохо выглядит, но еще один слой... Да, но его явно не хватает. И я думаю, что один-два слоя... Да мне кажется, даже одного будет достаточно. Вполне будет очень неплохо. Спасибо. Похвалите еще череп. Ну как мне похвалить? Ну хороший череп. Пиздатый череп. А еще? Ну как еще можно? Не вебедный череп. Спасибо. Да на здоровье. Заваливаю второй слой, и пора бы уже задуматься непосредственно о рисунке. Одним цветом тут явно не обойтись. Только вот тут вспомнил про фиолетовую флуоресцентную банку, как эта сука предательски закончилась. Ну и этот вариант отпадает. Разумеется, подставочку в черный, чтобы контрастировало. На ней яркая черепушка будет смотреться как надо. Ну а теперь начинается самое сложное. Закрасить все в один свет большого ума не надо. А вот сделать из черепа предмет искусства, не побоюсь этого слова, вот эта задачка серьезная. Нужно придумать, какой рисунок я нанесу на кость. Не тяп-ляп, а что-то действительно интересное. То, что придаст черепу новое значение. Признаться честно, за последнее время в ритме работа дом я немножечко творчески подострепался. Все-таки искусство забирает много энергии. И как-то восполнять запасы просто необходимо. Благо я нашел для себя способ делать это. Природа и огонь – вот что для меня чисто работает. Всю эту атмосферу можно впитать и в дальнейшем конвертировать в творческий потенциал. В данном случае нужно взять отсюда и одушевить эту черепушку. Поскольку... Эм, стопэ. Вот я растяпа. Забыл докрасить кусочек. Ну не беда, я же, блядь, художник, и у меня всегда с собой краска. Так, а ну-ка. Да, ну и бред собачий. Вот о чем я говорил. Идей ноль, блядь, прет какая-то несуразица. Ладно, ну вы, короче, поняли. Рисовать я буду уже только в третьей части. Все.